МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Об образовании и медицине. Главные темы еженедельного совещания в Доме правительства. История дружбы. Участники 6-го российско-китайского молодежного форума вернулись домой. Право на Олимпиаду завершился 100-й чемпионат России по легкой атлетике. Высшие учебные заведения Республики завершили прием документов по результатам единого государственного экзамена. Подведены итоги диспансеризации взрослого населения за первое полугодие 2019 года. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. В ВУЗе Республики на бюджетные места по очной форме обучения поступило более 14 тысяч заявок. Большинство выпускников хотят стать студентами ЧГУ имени Ульянова, Педуниверситета имени Яковлева и Сельскохозяйственной академии. Особой популярностью пользуются такие специальности, как педиатрия, стоматология, экономика, менеджмент, юриспруденция, строительство и другие. В техникумы и колледжи для получения рабочих профессий поданы более 2000 заявлений, из которых более 70% на базе 9 классов. Самыми востребованными оказались Чебоксарский электромеханический колледж, техникум строительства и городского хозяйства, Чебоксарский экономико-технологический колледж. Среди специальностей среднего профессионального образования более востребовано на сегодняшний день монтаж и эксплуатация внутренних технических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, информационные системы и программирование, электроснабжение, оснащение средств автоматизации, технологических процессов и производства, преподавание в начальных классах. На совещании подвели итоги диспансеризации взрослого населения. Эта программа в Чуваши работает с 2013 года и уже показала свою эффективность. Более 1 миллиона жителей воспользовались возможностью проверить свое здоровье. По результатам проведения диспансеризации здоровья могут себя считать 23% населения республики. Вторая группа здоровья имеет 11%, то есть имеется высокий риск развития хронических заболеваний. Третья группа здоровья 65,9% населения. Каждый второй житель республики требует динамическое наблюдение со стороны врачей-специалистов лечения выявленных хронических заболеваний. В результате диспансеризации выявлено почти 200 случаев злокачественных новообразований. Ранняя диагностика позволяет повысить эффективность лечения, отметил Владимир Викторов. Для этого в 2019 году профилактические медицинские осмотры объединили с диспансеризацией и сделали их ежегодными. Для жителей Садово построят три крупных торговых центра. Инвестор уже есть, в ближайшее время назначит общественные слушания по проекту. Об этом сегодня объявили на еженедельной городской планерке, рассмотрели и другие актуальные вопросы. Транспортная реформа продолжается. На днях 22-й автобус продлили до Свято-Туроицкого монастыря. 12-й маршрут теперь захватывает северо-западный район. Чтобы уменьшить интервал движения, на маршрут планируют выпустить дополнительные транспортные средства. Изменениями в документ планирования также предусмотрено продление схемы движения 35-го автобусного маршрута до микрорайона Солнечный. Данное изменение ступит в силу по окончании строительства автомобильной дороги. И изменение продления троллейбусного маршрута номер 10 до микрорайона Альгешево. Изменение ступит в силу после приобретения дополнительных троллейбусов для сохранения существующего интервала. А вот в районе Садовой скоро построят три больших торговых центра. Они появятся около кольцевой развязки. Инвесторы обещают улучшить и дорожную инфраструктуру, чтобы справиться с интенсивным трафиком. Когда планируют начать строительство и насколько реальны его замыслы? После утверждения публичных слушаний, которые должны пройти в августе этого года, он планирует сразу приступить к работам. То есть осенью уже, да? Да. Срок реализации проекта? Срок реализации три года. К логическому завершению подходит благоустройство трех территорий, за реконструкцию которых проголосовали чебоксарцы. Это место возле храма Рождества Христова, Московская набережная и Дориспарк. Последний должен стать центром притяжения в Новоюжном районе. В настоящее время выполнена работа по бетонированию площадок скейтпарка, детской площадки, воркаут, универсальной спортинг-дл площадки. Ведется укладка трехцветной брусчатки на главной аллее сквера. Подготовлено основание под угладку брусчатки на центральной площадке. Завершена укладка электрического кабеля в траншеи с обратной засыпкой и проводится установка поросвещения. Начата укладка асфальтового покрытия. Завершить работы планируют к середине августа. Тем временем в администрации города готовят проекты для благоустройства общественных территорий в 2020 году. Сейчас есть 12 проектов на 700 миллионов рублей. Но это не конечные цифры. Считаю, что необходимо с жителями проговорить вопросы проектирования общественных территорий на следующий год. То есть мы заложим в бюджет, депутаты утвердят сумму 5 миллионов, 10 миллионов или 15 миллионов на проектирование общественных пространств в 2020 году. Мы также через рейтинговое голосование можем отобрать объекты, которые начнем проектировать. Рейтинговое голосование, как и прежде, будет организовано на сайте «Открытый город» и в одноименном приложении. Ирина Волква, Алина Сусметова, Бахтияр Велиев, Республика. На планерке же подняли тему аварии, виновником которой подозревают сына главы администрации Чебоксар. Напомним, рано утром 22 июля на автодороге Москва-Уфа в Маргаушском районе Ауди врезалась в ограждение, а затем столкнулась с УАЗом. Водитель и пассажир УАЗа получили травмы. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия. Возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении аварии задержали сына сети-менеджера 20-летнего Олега Ладокова. В прошлую пятницу районный суд отправил его в СИЗО до 22 сентября. Пока ведется следствие, вину Ладоков-младший не признает. Что касается самого ДТП, на месте пострадавших мог оказаться любой. Мог оказаться и я, моя мать, мои младшие дети. Поэтому ни у меня, ни у любого разумного человека, здравомыслящего человека не может быть никаких оснований для оправдания виновных. Причина этого дорожно-транспортного происшествия это преступная экстремальность и патологическая безответственность. Сегодня Калининский районный суд столицы огласил приговор генеральному директору коммунальных технологий Дмитрию Крюкову. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями, уклонении от погашения кредиторской задолженности и неисполнению вступивших в законную силу решений суда. По версии следствия, компания необоснованно заплатила за услуги юридической фирме около 24 миллионов рублей. Такие траты не остались незамеченными. Коммунальные технологии не смогли провести текущий капитальный ремонт объектов теплосетей, а также обеспечить их обслуживание. Итог. Аварии на теплосетях, частичная утрата платежеспособности и рост кредиторской задолженности. Факты противоправной деятельности обвиняемого были выявлены в результате противного взаимодействия следователей Следственного управления Следственного комитета по Чувашии, сотрудников прокуратуры Чувашской республики, управления ФСБ России по Чувашской республике, а также регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Причастность обвиняемого конкриминируемым деяниям подтверждается заключением, проведенной по уголовному делу финансово-экономической судебной экспертизы, а также показаниями около ста допрошенных по уголовному делу свидетелей и другими материалами уголовного дела. Судебный процесс длился полгода. Оглашение приговора заняло три часа. Суд оправдал Дмитрия Крюкова по статьям об уклонении от кредиторской задолженности неисполнение вступивших в законную силу решений суда. По статье «Злоупотребление полномочиями» суд назначил штраф в размере 190 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Татьяна Лётьева, Павел Рядков, Республика. Новый подарок ко дню города. В северо-западном районе столицы открылся офис МФЦ. Теперь, чтобы заказать справку или получить пособие, не нужно ехать в другой район. Приходите по адресу Эльера, 18. Пятый офис многофункционального центра к 550-летию столицы. Очень символично. В фойе можно посмотреть ролик об истории города Чебоксары на стендах фотографии. В МФЦ предоставляют 194 государственные и муниципальные услуги. Елена Молодцова пришла сюда подавать документы на получение загранпаспорта младшему ребенку. Здесь очень удобно для жителей микрорайона, в том числе для меня. Очень комфортно, потому что никуда далеко ходить не надо, в шаговой доступности. 20 окон и 40 специалистов. Как и во всех филиалах, здесь есть рабочие места с доступом к порталу госуслуг. А значит, подать документы можно и в электронной форме. Сотрудники МФЦ помогут, проконсультируют. Кстати, здесь заняты делом и дети в специальном игровом уголке. На сегодняшний день количество окон в МФЦ соответствует нормативам, которые перед нами ставят федеральные органы власти. Одно окно на 5000 человек населения. Сейчас по городу мы потребность эту все закрыли, но жизнь не стоит на месте. Город развивается, новые большие микрорайоны строятся. Я думаю, что совместно с городом мы рано или поздно придем к тому, что будем открывать МФЦ и других микрорайонах, новых строящихся сегодняшний день. МФЦ в Чебоксарах работает уже 9 лет. За самыми разными услугами сюда обратились около 4,5 миллионов раз. Чаще всего в этих окнах оформляют сделки с недвижимостью, заказывают паспорта, делают прописку, выдают сертификаты на материнский капитал, получают справки об отсутствии судимости. Особое внимание уделяется работе с бизнесом. Мария Шоклева, Светлана Познякова, Алиса Александрова, Екатерина Янгалакова. Республика. Из Китая вернулись участники форума молодежи регионов ПФО и провинций Верхнего и Нижнего течения Янзы. В составе делегаций в городе Чинша побывали 8 студентов вузов Чувашии. Две недели они общались с китайскими друзьями, посещали экскурсии и мастер-классы, проводили дискуссии и копили впечатления. Сегодня у них есть возможность поделиться. Открытие шестого российско-китайского молодежного форума было ярким, красивым и очень лиричным. Чего стоила история дружбы советской и китайских девочек, которые никогда не видели друг друга вживую, но 56 лет общались и продолжают общаться. К сожалению, ни Люся из Саранска, ни ее подруга не смогли присутствовать на форуме. Зато приехали одноклассники Чжан Си. В то время многие китайские школьники переписывались с советскими, посылали друг другу открытки, фотографии, но только Чжан Си и Люся сохранили свою дружбу на много лет. Они и сейчас общаются, правда уже не в письмах, а по электронной почте и телефону. Здравствуйте, русские друзья. Вполне возможно, что таких историй станет больше. Форум проводится как раз для того, чтобы молодежь двух стран активно общалась и завязывала новые контакты. Кстати, у Егора Николаева, студента Чувашского госуниверситета, это получается отлично. В Китае он в пятый раз. На этом форуме появились новые китайские друзья, с которыми мы познакомились. Это замечательные волонтеры, которые нам помогали каждый день. Стоит отметить то, что и мы встретились со старыми знакомыми, с друзьями, которыми познакомились на предыдущих форумах, в том числе на Иволге в Самарской области в прошлом году. И мы эти контакты стараемся поддерживать, общаться, потому что это очень важно для нас, потому что у нас есть и общие точки соприкосновения профессиональные. В одних направлениях, специальностях обучаемся, также китайский язык вместе изучаем. За две недели российские студенты вместе с учащимися китайских вузов побывали на предприятиях, провели множество встреч с интересными людьми, приняли участие в различных мастер-классах. Языковой барьер не помеха. Китайский язык в России, в частности в Чувашии, изучают все больше молодых людей, равно как и в Китае молодежь охотно говорит на русском. Мне можно сказать, что я выбрал русский язык, можно так сказать, что русский язык выбрал меня. В школе я очень интересовался изучением иностранных языков. Я решил изучать другой иностранный язык в университете. Я думаю, что сейчас отношения между Китаем и Россией очень активно, динамично развиваются, и поэтому я выбрал русский язык. Это судьба, наверное. Впрочем, не важно, на каком языке говорят ребята сегодня. Гораздо важнее понимание того, что ждет их завтра. Будущее Китая и России, отношения наших стран зависят от нас, от молодежи. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Бахтияр Вилиев, Чиньша, Чебоксар, Республика. «Выбери меня!» Специалисты Центра занятости населения провели профориентационный квест. Планировали свое будущее дети оздоровительного лагеря «Бригантина». Кем ты будешь, когда вырастешь? Этот вопрос нам начинают задавать с самого детства. Кто-то хочет стать балериной, ветеринаром, космонавтом. А кто-то даже не представляет, в каком направлении будет работать. Помочь с выбором могут в Центре занятости населения. Специалисты подготовили профориентационный квест. Первыми участниками стали отдыхающие детского лагеря «Бригантина». Более 4 тысяч несовершеннолетних ежегодно обращаются в Центр занятости, чтобы найти себе подработку. Основная часть желающих приходится на летом. Так ребята могут попробовать себя в той или иной профессии. Выбрать то, что им подходит. Или наоборот, понять, чем заниматься не хочется. Востребованность идет, конечно, у ребят все-таки на работы, связанные где-то, может быть, с компьютером. Основной акцент, конечно, работ – низкоквалифицированный рабочий труд. Это на природе, на свежем воздухе. Это что касается временной работы. Главное же направление квеста – выбор будущей профессии. Вы застрахованы от безработицы, если выбрали профессию, ту, которую нельзя заменить роботом. В скором будущем, в 30-м году, приблизительно исчезнут все виды труда, где робот может заменить человека. Соня Архипкина точно не останется без работы. С профессией она уже определилась. А благодаря квесту поняла – выбор правильный. Я узнала, какие профессии сейчас востребованы, какие будут востребованы. И это, на самом деле, очень важно, потому что, если выбрать невостребованную профессию, потом может быть сложно. Я хочу пойти в направление медицины, а именно хирургии. Сколько всего в мире профессий? И как выбрать подходящую именно тебе? Для начала нужно узнать как можно больше специальностей. В игровой форме сделать это интереснее всего. Формат квеста очень интересно занимается. Гораздо лучше, чем сидеть в компьютере и смотреть, читать все это. Во время квеста я узнал о таких профессиях, как копирайтер, визажист. Я еще не определился со своей будущей профессией. И этот квест предложил много новых профессий. И я подумаю над этим выбором. Центр занятости знакомит желающих с миром профессии в течение всего года. Такой же формат попробовали впервые. Ответная реакция не заставила себя ждать. Одна часть ребят убедилась в правильном выборе профессии. Другая стала задумываться о будущем. А значит, задача квеста выполнена. В Чубоксарах завершился юбилейный 100-й чемпионат России. Под занавес соревнований Марина Максимова принесла в копилку сборную Чуваши третью по счету награду. Она завоевала бронзовую медаль в беге на 200 метров. Выступая в первый день соревнований, подопечная тренера Сергея Смирнова квалифицировалась в финал с четвертым результатом в спринте на 100 метров. В беге на 200 выложилась по полной. Время 23,44 секунды. Параллельным зачетом Марина представляет Нижегородскую область. Таким образом, по итогам четырехдневной борьбы в легкоатлетических секторах и беговых дорожках, хозяевам соревнований удалось завоевать три медали. Это золото Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом, серебро Веры Васильевой в беге на 800 метров и бронза Марины Максимовой на дистанции 200 метров. Главный тренер Юрий Борзаковский о самых ярких моментах спортивного праздника. На мой взгляд, сами яркие моменты этого чемпионата это, конечно, Маша Лососкени с прыжком на 2 метра и попытками преодолеть высоту 2,08. Были очень хорошие попытки. Я думаю, что со временем Маши горится эта высота. Миша Акименко с прыжком на 2,33. Конечно, очень жаль, что у Миши нет допуска, потому что он бы составил серьезную конкуренцию всем прыгунам высоты на мировом уровне. Конечно, потрясающий прыжок Анжелики Сидоровой на 4,86. Это было нечто. Третья попытка, ну, стоит оценить. Даша Гришина, 6,72. Это тоже высота. Потрясающая попытка. И сегодня Дима Сорокин с результатом 17,31 с выполнением не только нормативный чемпионат мира, хотя он у него уже был, но это и нормативные олимпийские игры. Потрясающая борьба была, хоть и не везде были такие высокие результаты, но, тем не менее, борьба была. Во время чемпионата пришла хорошая новость. Российские спортсмены будут принимать участие в 32-й летней Олимпиаде в 2020 году в Токио под своим флагом. Такое решение принято на заседании Международного олимпийского комитета. А это значит, что тренировки продолжатся с удвоенной силой. И еще очередной 101-й чемпионат, возможно, тоже пройдет в Чебоксарах. Об этом заявил главный тренер сборной страны. Сейчас это право оспаривают два города. Наша столица и Казань. Таким был этот понедельник. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова